Воскресенье 12-cent milотred вес $61,7 15-cent s 25-cent s 23-cent s 25-cent s 77-cent s 25-cent s 23-cent s So your national Appös 23-cent s Итак, первый раунд степ-ап повышение уровня оппозиции для Дуквахи Астамирова. Очень серьезный соперник. Олег Борисов по прозвищу Домкрат. Домкрат, как вы знаете, предполагает то, что боец может хорошо работать. Вот, пожалуйста, Домкрат. Да, вот это как раз. Первый. Первый пошел. И достаточно легко переводит в партер сейчас Олег Борисов своего соперника, оправдывая свое прозвище, поднимает и бросает. Посмотрим, удастся ли. Удается подняться Дукваха Астамирову в стойку. Серьезная проверка. Еще раз скажу для Дуквахи. 12 сантиметров преимущество в росте имеет Дукваха Астамиров. И я думаю, он будет больше работать в стойке. И с дистанцией. Пытаться, да, нейтрализовать своего соперника. Что касается Олега Борисова, конечно же, ему нужно сокращать и делать то, что он делал буквально несколько мгновений назад. Посмотрим, насколько позволит ему еще это сделать Дукваха Астамиров. Ну, ровно настолько, насколько готов сокращать дистанцию Олег Борисов, я думаю. Опа! Какой опасный, плотный такой удар сверху. Колено вставляет Борисов. Здесь можно было бы попытаться подсечь, но вот не стал Олег этого делать пока. Колено от Астамирова. И разрывает дистанцию Олег Борисов. Не достает здесь точно джебом. Опа! Хорошая двойка от Борисова. Хорошо взорвался Олег. Очень неожиданно такой взрыв. Резкий спорт. И мне кажется, так болтануло. Болтануло. Вполне возможно, да, он пошел назад немножко. Оперся осетку. Но мы видим, снова идет вперед, поддавливает он. Вот я думаю, будет подлавливать Астамирова Борисов. Тем временем, в буквах, да, перевести ситуацию в партер, понимая, что в стойке как-то у него пока не очень складываются дела. Но не дает ему пока это сделать Олег Борисов. Борисов. Клифический, да, силен здесь Борисов. Мы чувствуем, ничего не дает он пока сделать. Дуквахе Астамирову. Удалось Дуквахе разорвать дистанцию. Там была попытка. Больше работать в стойке. Я думаю, ему да, ему надо. Потому что хороший размен попадает Астамиров. Да, идет он вперед. Отвечает Олег Борисов. Первый раунд. Все очень, очень драматично. Все очень остро. Да, так. Пошли бойцы в размен. Смотрите. Отдает голову Борисов. Хорошо так забирает. Это удар колено от Дуквахе Астамирова. Размашисто действует Борисов. И здесь можно, конечно, Дуквахе его ловить на этом. Попытка от Астамирова перевести ситуацию в партер. Да, нет. Да, нет. Да нет же. Не удается ему провести тейкдаун. Продолжается, продолжается попытка еще. Бойцы поднимаются в клинч. Ситуация не закончена. Вот смотрите, в клинче попадает одним ударом слева сбоку Олег Борисов. Коротким крюком таким он наносит удар. И будет ли перевод в партер от кого-то из бойцов. Прижимает сейчас Олег Борисов к сетке Дукваху Астамирова. Пошла заключительная минута первого раунда. Колено от Олега Борисова. Колено от Дуквахи Астамирова. Но надо сказать, что поединок всегда получается очень зрелищный. Когда противостоят друг другу вот два таких стиля. Абсолютно разные по своим антропометрическим и по своим тактическим ведениям боя бойцы. Хорошее сейчас было колено от Олега Борисова. Аплитудное такое он короткое воткнул. Но хорошо так вставил бедро. Со спиной нанес этот удар. Заканчивается первый раунд. Очень конкурентный. Очень конкурентный и очень интересный. Очень плотный. Оба бойца показали, что, конечно же, в первую очередь здесь характеры. И тем интереснее поединок. И тем интереснее следующая фаза боя. Второй раунд, дорогие друзья, очень скоро. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие друзья, у нас второй раунд. Ну, как мы говорили, свой предыдущий поединок в декабре 2016 года. Олег Борисов проиграл. Был тогда у него бой с Магомедом Маговедовым. И, конечно же, он хочет реабилитироваться за то поражение. Мы видим, с каким настроем сегодня он вышел в октагон. Лоу-кик тем временем от Дуквахи Астамирова, который в первом раунде показал, что готов. Да, абсолютно верно. Таким серьезным соперником. Это абсолютно не смутило Дукваху Астамирова. Да, и очень хорошо он отработал первый раунд. Колено от Борисова. Такое, я бы сказал, на грани фола было. Попытка подсечки от Домкрата не удалась. Устоял на ногах Дукваха. И сам ответил коленом сейчас в инсайде. Да, и несмотря на то, что достаточно небольшой послужной список, три боя всего у Дуквахи Астамирова, показывает очень интересный и конкурентный он поединок сейчас. Ну, это правильное решение матчмейкеров ACB, на мой взгляд. Если у тебя в конюшне, в кавычках, ну, конюшня здесь сленговое выражение, да, у тебя есть проспект, если вы чувствуете потенциал этого бойца, естественно, нужно его ставить серьезными ребятами, потому что боец повышает свое мастерство от соперника. Абсолютно верно, да. Боец растет от конкуренции во время тяжелых, сложных боев. Растет мастерство. Хороший размен, да. В стойке. И еще раз хочу подчеркнуть, что в смешанных ненаборствах за ноль в графе поражения держится гораздо меньше. Тут вопрос, кому ты проиграл и как? Да, с кем ты сражался, с кем ты вместе заходил в октагон? Поэтому в любом случае для Астамирова бой полезный. Опа! Хороший шанс для Домкрота! Но вовремя переключился Астамиров. Смотрите, все правильно он делает, вяжет в клинче соперника, но накатывает сейчас Домкрат. Он находится в таком в гарде. Да, заходит в гард. И будет ли он здесь что-то делать? Будет переходить к приему или будет наносить удары? Ногу ски не обойди. Это у главы Олега Борисова. Но Олегу нужно выпрямлять спину и работать. Работать, работать и взрываться, может быть, даже. Ну а, конечно же, Дуквахе и Астамирову нужно уходить из этой ситуации. Нельзя здесь залеживаться, тем более с таким опытным и опасным бойцом. Однозначно, да. Попадает сейчас дважды с правой руки Олег Борисов. Пытается вязать его Дукваха и Астамиров. Отпускает ситуацию Борисов, но... Тут же накрывает сверху пытавшегося подняться Дукваху Астамирова. Будет ли попытка гильотина, либо он будет заходить в бэкмайл? Была попытка зайти в бэкмайл, но не дал ему это сделать Астамиров. Борисов, да, вовремя поднялся и у нас клинч такой активный в стойке. Колено от Астамирова. Отвечает Олег Борисов коленом. Ох, какой тяжелый удар, да. На выходе из клинча попадает Олег правым крюком. Мне даже где-то показалось, немножко локтем нанес этот удар Олег. Как мы говорили, есть 12 сантиметров разница в росте здесь. Ну и, конечно же, 11 лет разница в возрасте между бойцами. 23 года Дуквахе Астамирову и 34 года Олегу Борисову. Опыт против молодости. Совершенно верно. Хорошо попадают оба. Да, но идет вперед Дукваха Астамиров. Он пытается реланшироваться и принимает этот размен. Попытка прохода в ноги от Дуквахи. Видел это Олег Борисов. Да, поднимается. Но пытался здесь как раз украсть концовку. Украсть, скажем так, сленговое выражение. Забрать концовку. Забрать концовку, да. Не, почему, украсть в данном контексте вполне допустимо. Вполне допустимо, абсолютно верно. Очень хороший тайминг. Колено от Борисова. Отвечает Дукваха. У Астамирова пытается все правильно тактически делать, но где-то, возможно, не успевает. И где-то слишком опытный, конечно же, его соперник Олег Борисов. И у нас снова клинч у сетки. Примерно та же ситуация, как и закончился предыдущий раунд. Ну вот мы не видели хай-киков в исполнении Дукваха Астамирова. При его преимуществе в росте, мне кажется, ему очень было бы неплохо поработать с дистанцией. Да, боковые удары ногами, я думаю, рискуют. Тем самым Дукваха Астамирову поймут, что эта нога будет захвачена и будет он переведен в партер. Я думаю, не рискует. Мы видим, он часто работает прямыми ударами типами от себя. И работает джебом. Ну и плюс, надо отметить, конечно же, к чести Дуквахи Астамирова, он не стесняется и идет в размен на ближней и средней дистанции, где, казалось бы, есть преимущество у Олега Борисова. Вот смотрите, два крюка от Борисова на повторе. Здесь видно, отвечает Астамиров. Вот, был хороший момент у Олега, но к чести Дуквахи он выдержал. Выдержал и, в общем, вышла ситуация. Видно, конечно же, этот удар был точным, попадание было точное, но еще не очень удобно стоял в этот момент Астамиров так фронтально, поэтому он был сбит с ног, но тут же вскочил и попытался перевести поединок в партер. А у нас третий раунд. Как обычно, в таких поединках, в очень близких, он является естественным решающим. Да, решающим, который максимально большое количество впечатлений оставит у судей. И по итогам которого будет вынесено судейское решение. Если раунд продлится, все отведено. Да, абсолютно верно. Олег Борисов, Дукваха Астамиров. Легчайший вес весовой категории до 61 килограмма 300 граммов. Хороший размин стойки мы сейчас наблюдаем. Перчатки с красным скотчем, ниже ростом Олег Домкрат Борисов. Была попытка от него перейти в партер, но тут же успел так защититься Дукваха. Лоу-кик от Олега Борисова. Отвечает двойкой Дукваха в стойке. В такой активной манере начали бойцы этот поединок. Я думаю, обоим в углах сказали, что это решающий раунд. А тут уже все как бы... Оба бойца, я думаю, это прекрасно понимают. Здесь уже осторожничать смысла никакого нет, естественно. Что предыдущие два раунда были очень близкими. Клинч стойки поджал к сетке Астамирова Дукваху Олег Борисов. Уже неоднократно такую ситуацию мы видим, но пока ни разу из этой ситуации не смог перевести в партер Олег Борисов своего соперника. Тут вопрос, хочет ли он бросить или подсечь соперника. Да, какую цель он преследует, нанося в клинче. Возможно, он просто немножко здесь берет такую паузу. Рефери Хербдин призывает к активности бойцов. Колено от Астамирова. Отвечает Борисов тем же. И на выходе из клинча попадает правым боковым Олег Борисов. Хороший размен. Два удара нанес Дукваха и тут же в ответ нанес Олег Борисов. Попытка перевода в партер со стороны Олега не удается. Неудачная. И снова хорошо защищался Дукваха Астамиров. Вставляет колено Дукваха в клинче. Тут же локоть от него. Колено от Борисова. Очень плотное достаточно колено. Ну, нужно Дуквахин, на мой взгляд, дистанцию разрывать. Что он, собственно, и делает в итоге. Ну, может быть, здесь побить лоу-кики, кстати говоря, Дуквахин. С дистанцией. И если не бить хай-кики, побить лоу-кики. Хороший очень апперкот сейчас был от Дуквахи Астамирова. Хороший размен снова. Размен оба бойца пошли на обострение. И да. Удалось, удалось. Астамирова перевести в партер Олегу Борисову. Да. Ну что ж, давайте смотреть, каков Олег сверху. Ну, сейчас нужны для него какие-то такие действия. Нужно освобождать Борисову ногу, если он хочет запрыгнуть в маунт. Тут неплохо его вяжут, кстати говоря, пользуясь преимуществом в длине конечностей Дукваха. И тут же начал работать локтем. Так, Дукваха очень опасно вставляет локоть сверху. Боковые от Олега Борисова. Поджал, поджал Олег Борисов своего сопернику к сетке. И оказался в такой неудобной для себя ситуации сейчас Астамиров. Ну, Борисову нужно освобождать ногу однозначно. Полторы минуты до конца третьего заключительного раунда. Бой близкий, бой напряженный. Нельзя отдать кому-то из бойцов преимущество. Чисто визуально, да и по факту тоже. Ничего еще не ясно в этом поединке. И будем банальными. Кто возьмет концовку, возможно, тот будет обладать преимуществом. Да, но вот тот перевод в партер, который осуществил Олег Борисов в третьем раунде. И вот та ситуация, в которой сейчас он находится, наверное, немножко выводит его в гораздо выгодную позицию. Но, смотрите, поднимается Дукваха Астамиров в клинч. Вставляет колено. Вставляет колено. Удастся ли Домкрат Домкрату? Вот вопрос вопросов. В конце третьего раунда остается меньше минуты. Еще раз перевести в партер. Или бросить. Или, да, сделать бросок. Так. Здесь была попытка как раз-таки от Дуквахи Астамирова. Но все равно сверху оказывается сейчас Олег Борисов. И концовка очень важна. Олег, если хочет выиграть, должен вот, да, работать, работать, работать. Еще раз работать. Абсолютно это понимает, я думаю. И вот как раз эти удары свидетельствуют об этом. Снова попытка от Дуквахи Астамирова подняться в стойку. И ему это удается. Конечно, измотаны оба. Абсолютно верно. Третий раунд. Бой очень напряженный. Очень много действий в этом поединке. Конечно же, эмоциональное напряжение нельзя сбрасывать со счетов. Бой закончен. Ждем судейского решения, дорогие друзья. Очень конкурентный, очень близкий поединок. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Добрый господин, в завершении боя. Добрый господин, в завершении судей победы одержал Олег Доквахи Астамирову. Бой с таким соперником в любом случае. Дорогого стоит. Да, выведет его все равно на новый уровень, несмотря на поражение.